привет друзья привет из египта и сегодня у нас в гостях очень интересные и классные девушка сейчас я с ней познакомлю даша приветик и даша путешествует по сути дела сейчас получается откуда ты из турции да да что скажи может вообще историю как вот так истории получилось это вы турции депортировали вообще сюда появилась они домой улетела назад о питер да но там холодно плохая погода всегда серые неба над головой никогда не солнце и поэтому а еще зимние детские одежды стоят больших денег у меня трое детей поэтому на них это вообще дорого и моя мечта была жить в тепле вот поэтому мы случайно 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 попали в турцию переехали год там прожили так как никому не дают внж сейчас тем отказывают мы тоже его не делали и просто жили потом мне в голову пришла волшебная идея что я хочу к дельфинам поплавать дельфинами в туре у моих друзей это здесь да это в кургаде там и еще более волшебным образом все случилось потому что у меня не было достаточных денег я обратилась своим друзьям все друзья поддержали часть денег я насобирала у друзей и меня отправили в египет к дельфинам это был мой день рождения я поплавала с дельфинами в это время с детьми был бывший муж когда я возвращалась обратно в турцию меня туда просто не простили погранцы сказал что приезжайте через три месяца вообще не могли наш труб садишь да просто такие воспоминания которые проживаются вот так не очень приятно да извини это было не очень приятно всех пускали раньше если говорит что я буду делать в инжи они все равно пускают сколько бы ты не просрачивала свой свое пребывание а сейчас ужесточилась политика и никого не пускали получается я приезжаю к детям я первый раз за пять лет вот так одна отдохнула вообще за 10 лет я первый раз полетела в отпуск я последний раз была в отпуске беременная первым ребенком короче долго была без них прилетаю а мне говорят извините через три месяца вы зайдете обратно в страну и все и повели меня полицейский участок потом в такую комнатку для депортированных но и типа кутузки и весь день я провела там умоляя слезные пять часов подряд им ревела что пожалуйста пусть у меня к детям у меня дети одни в турции нет они ни в какую говорят давайте мы вам в аэропорт привезем но а так как у нас вся жизнь в турции за целый год мы мы там так обжились у нас все там поэтому это невозможно было сделать сразу и случайно меня должны были отправить или в россию или в или фургаду потому что я прилетела из фургады но фургаду самолет через четыре дня был поэтому меня отправили шар-мальшей тоже случайным получается даже турции по закону даже в детьми средств нельзя да если там ты как нарушил все это делают да и раньше пускали даже и без детей просто раньше было реально мягче девочка приехала просто потому что она приехала с великом разревелась и и пустили она обещала связной сделать то есть при въезжаешь и говоришь я буду делать в инже вот я сейчас подамки на войну и раньше так пускали а меня даже к детям не пускали но тут реально промысел божий потому что меня давно все друзья звали в дохаб и получается в россия полететь не могла из кутузки потому что у меня в чемодане маска ласты купальник и никакой вообще намеку про зимнюю одежду нет я не хочу в россию а вы фургаду через четыре дня самолет и они говорят мы вас можем отправить шар-мальшей в этот момент я понимаю о шарман все рядом дохаб может быть меня вселенная отправляет так вдохов и пройдет ну как бы сама не смогла решиться на переезд детьми вот тебе пожалуйста мы сюда тебе все равно надо там быть вот пожалуйста не за и на самом деле я в этой кутузке смогла поспать отдохнуть и пока я там периодить ну перерывах между рыданиями медитациями и сном денек конечно был я понимаю что блин какое благо что у меня бывший муж сейчас сам возьмет детей и привезет их мне в египет мне не нужно будет ничего собирать завершать аренду дома то есть вот эти дела впервые буду делать не я не я полечу с тремя детьми а я вот я сейчас посплю в этой кутузке 1 перелечу меня еще будет три дня отпуска вот получилось по-другому да как вообще выглядит вот эта кутузка такая комфортная или не очень комфортная ну понятно и как тебе первое впечатление шарм-эль-шейх даха египет первое впечатление после идеально чистый турции где все идеально чисто всегда где в туалете мне кажется на полу можно нарезать еду в этих отелях нет в этих вот с той стороны так как так как в месяц это комната будет нормально если просто первые ленина я думаю до первого не нормально но это грязное такое же тоже там не тарелок ничего нет у меня есть все тарелки и все ложки вилки реально редакцию и не знаю сколько страны будете нас смотреть здесь дахаби если тебе дали одну тарелку одну вилку не знаю не дали нож это нормально но для меня это ненормально и у меня вот в этой квартире есть разные разные тарелки новые там по несколько штук вся посуда все есть а вот так вот на береговой линии 1000 евро и там у них нет посуды нормальные все равно все равно это дохабское жилье я как будто бы в дохабе нашла кусочек цивилизации у меня везде цветы расставлены в квартире ну прям очень красиво как вот вообще вот одной девушке управляться тремя детьми вот скажет я устал мне кажется очень сильно у меня детей нет я даже не знаю мне кажется такой труд с одним-то ребенком с одним сложнее потому что он один он вот сейчас он один остальные друзей и он на мне вот сконцентрирован на мне а если бы он был один вообще он всегда был на мне сконцентрирован а так они всегда играют вместе как управляться управляться так что они сами все могут потому что я одна у меня нет возможности быть курицей на сеткой такой которая делает у меня могут сами творить очень много умеют готовить хотя там вот плата очень много умеет готовить свои семь лет поля в 5 свои умеет готовить кирилл понятно он даже мне кажется суп сможет сварить если я не скажу кирилл старший самый 9 9 лет уже то есть управляться одной вообще сложно совсем потому что на мне все вопросы вопрос аренды дома на мне вопрос образование на мне вопрос с ними времени на мне все на мне если бы я просто сидела с детьми знаешь а кто-то там муж или кто-то сверху решал базовую безопасность так как все на мне вот несколько детьми сложно сложно то что все вопросы на мне я не могу качественно проводить время с детьми стоишь я решаю другие вопросы да вы не бытовые как бы а базовые такие вот и конечно они много времени одни проводят когда я куда-то хочу меня очень круто получается и совмещать какую-то свою жизнь вот это настроение такое обобщались вопросы типа можно или нет а у меня выбора не было я не было выбора просто я попала в такую ситуацию где я должна была справиться я справилась как бы когда нет выбора нет нет вопросов да слушай злика сможет ли кто вопрос может отвечать вообще как вот такую красотку маму и вот такими красавцами вообще можно как-то дату оставить мне кажется тут вообще сам лиц бог велел давно бог дал только там детей когда я развелась я думала что я сразу же выйду замуж просто вот но и типа я одна не останусь потому что вокруг меня всегда много мужчин но пять лет уже я в разводе и я не вышла замуж скорее всего потому что у меня очень сильный фильтр если меня прям не трое детей да я с такими я хочу жить в комфортном месте и так далее возможно фильтр вот этот еще мне не позволил войти в отношения может быть мужчины боятся ответственности то что как это интересно же нужно воспитывать еще вот таких правильных красавцев классных ребят я думала что я сразу буду замуж но вот так вот не знаю у меня нет ответа на этот вопрос развелась я сама я сама ушла смотри получается мне кажется просто вокруг тебя постоянно дети на мне кажется пространство мало вот я вот по себе знаю я пробовал знакомиться девушка у меня холостой но у которой дети если просто на первом свидании буквально ну когда девушка приходила с ребенком она прошла там ну ребенок так себя вел ну очень ревностно и мы там начинали общаться на прием очень ревностно и что просто я понимал что мне здесь вообще не место ну я на свидание не беру детей если честно не конечно много то есть вот да великий сайт центр и там мужчины хотят много внимания много времени прям много а я говорю я там свободно вот в этот час или вот в этот час или в этот и такое интересно я не знаю но детей на свидание не беру и я вот и я хожу часто одна на всякие мероприятия то есть вчера я даже на кино уже здесь ходила а компону да а если вдруг не получишь все-таки учись 3 месяца уехать отсюда так все-таки если не получится значит и не здесь понравится если что-то будет очень хорошего если если мне здесь не понравится и здесь будет некомфортно плохо то у меня получится уехать если здесь будет хорошо да если я захочу здесь остаться я останусь потому что все что я загадываю у меня забывается я реально я к этим дельфинам попала ну совершенно случайно я в прошлом году где-то в марте проходила финансовый марафон с тремя детьми не грех не проходить финансовые марафоны потому что это одежда на троих умножается ласты на троих маски на троих даже жилье одно и себе бы я сняла маленькую уютную студию на берегу и прекрасно а мне надо сразу кучу комнат кучу школов куча кроватей занятия на троих на глину 250 с каждого у ребенка да вот уже не дешево да но это дешевле чем вчера вы но я так а ты троих есть скидка но конечно они скидывают чуть-чуть если там араву приводишь сразу же но это вот все прям на троих всегда умножается вопрос а про финансовый марафон начала рассказывать короче я проходила финансовый марафон и там было задание расширяющая спланировать свой нереальный невообразимый отпуск прямо все просчитать сколько стоит когда что конкретные даты я долго листала интернет думала может типа это мальдивы может быть это знаешь нереальный отпуск значит это типа мальдивы или что-то такое я вот искала искала таиланд свой драгоценный никогда не бываемый тоже и вдруг попала на картинку дельфинов видео было плавание с дельфинами а это смотрю это турклуб моих друзей думаю интересно прыщик посчитаю к дельфинов то есть я увидела и у меня сердце все затрепетало но это же него невообразимый отпуск нереальные я большим скрипом прочитала эти все моменты посчитала если я одна лечу из чиралы если я с детьми из чиралы если я одна из питера лечу если я с детьми из питера лечу все это просчитала отправила куратору как домашнее задание и забыла вот потому что реально для меня нереальный отпуск с дельфинами в марте я такая ну ладно раз даже я это сделаю все-все там продумала и в этом году примерно в середине ноября мне пишет бывший муж что дальше я к детям хочу со 2 по 9 декабря прилететь или там он сказал 3 по 10 но как бы со 2 по 9 я села и думаю это да ты знакомые до более знакомые даты и понимаешь что посмотрела это дельфины со 2 по 9 декабря то есть мы не сговариваясь вообще он говорит я на лиц дату беру отпуск я такого интересно что ну как бы для чего это а у ребят всегда запись заранее то есть у них вот в декабре прошли дельфины полностью забит уже май в мае прошли сразу же весь декабрь записано и вдруг они сговорят что у них отменилось пять мест люди заболели эту интересненько как это так потом я выхожу из дома нахожу а я сначала роюсь сумки дома нахожу дельфина игрушку никогда в жизни у детей не было дельфинов игрушек потом я нахожу на ковре игрушку самолет и рыбку и рыбы там кит какой-то был мне становится еще интересней иду вешать белье опять у меня под сушилкой дельфины такая хорошо господи если я должна быть у дельфинов окей помоги мне тогда иду к подруге ей это все рассказываю а она говорит ты что-то летишь обринял мне нету денег гридаш но у тебя же день рождения попросил друзей у тебя куча друзей думаю ну странная женщина какая-то странная женщина прихожу домой записываю 2 подруги голосовое что мне вот отца предложила такой она мне тут же говорит я дам тебе денег я понимаю что я уже никуда не денусь что я ну все меня как бы меня двигают к дельфинам я сочиняю этот пост в телеграм где пишу ребят вот такая история как я тебе рассказала что вот так случайно и и бывший муж приезжает и дельфинов нахожу и хотела сделать мне подарок на день рождения если хотите поддержите меня делать и не подарок на день рождения с трясущимися руками отправляю первым 20 проверенным друзьям вот прям где я знаю что я получу поддержку отправляю просто реально трясущимися руками но одно дело попросить на операцию там знаешь ну вот какие то мы привыкли все помогать когда пиздец в жизни не можно у тебя на канале просто емкое такое слово и мы привыкли помогать когда вот так а когда ты такой ребят я хочу на дельфинов это это из рамок выходит из рамок я отправляю первым 20 людям иду в туалет и и слышу тын тын потом опять тын тын на телефоне возвращаюсь это было 30 секунд примерно у меня первый приход денег я сидела ревела сейчас тоже слезы и и поддержка да детка лети порадуй себя мы с тобой то есть я прошла 30 секунд от момента когда я отослала это сообщение и вот так вот по чуть-чуть у меня постоянно начали капать деньги я получила столько поддержки некоторые говорили типа мне сейчас нету денег но я тебя поддерживаю как только появится я тебе скину и мамы говорили лети отдохни за нас мы мамы должны отдыхать столько любви столько поддержки столько какого-то да 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 даша давай и все говорили что передает нас привет дельфином типа сфоткайся пофоткай расскажи потом ни один человек не сказал что это нереально у меня внутри было это нереально блин это нереально ребят что происходит мне все да 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 давай расскажешь потом то есть мне они настолько внушили веру и силу что у меня это получится что я просто смирилась это окей боже вот дельфины получили да да я собрала часть суммы так про дельфинов дальше потом начались сложности здесь мне начали капать деньги поддержка но ребята уже были на первой смене и получилось что за них было не дописаться у них там не было связи менеджер мне сначала дала добро сказала да а потом говорит места заняты ребят не дописаться то есть я несколько дней сидела в таком я вроде решила я уже ищу билеты но мне не подтверждают и билеты причем ну не в этот день а нужно заранее прилететь то есть из турции надо было вылетать 1 декабря а тур начинается 2 то есть мне еще на один день нужно было куда-то детей пристроить на один лишний день то есть представь что как ну то есть какая сила моей решимости что я хочу отдохнуть хочу к дельфинам и это для меня случается я выбираю сейчас тебя не вот эту маму которая все время с детьми и вот так два дня мы не понимали лечу я или нет потом за день вечером я делаю медитацию избавление от страхов потому что я понимаю что страх начать новую жизнь что я знала что это поездка перевернет мою жизнь я это знала ну как что это будет вот так вот с кутузкой там с депортацией не знаю медитации на страхи в этот момент мне приходит сообщение да даша можно тебе присоединиться все бери билеты это был вечер а на следующий день вылетать у меня нет билетов не забронирован отель на следующий день с утра самого я начинаю покупать билеты и они ни с какой карты не покупаются ни с русской ни с турецкой ни с американской вообще ни с какой карты не покупаются мне помогали все друзья все пробовали оплатить ничего не получалось а самолет значит в 23 выходить из дома примерно в 19 а уже 5 часов у меня нет билета на самолет в итоге мне еще одна знакомая которая тоже за день присоединяется к этому туру который я делала вчера вы проходил фестиваль духовных практик я делала расстановки мы там познакомились и оказалось что мы вместе летим с дельфином у нее получается у ее мужа получается мне купить билет и она пишет детка это подарок тебе на день рождения у меня появляется билет и выезжать мне через два часа а у нас не собран ну такое я начинаю бронировать отель и опять у меня нифига не получается то есть после вот этого такого поддержки денег знаков у меня начинаются сложности вот в день вылета потом уже кое-как бронируется отель за час до уезда я вызываю трансфер за полчаса дети меня не отпускают злата плачет мамочка она вот так смотрит на меня как будто бы хочет запомнить мое лицо и я просто я не могла я сидела и обнимала мне трансфер ждет а я сижу с ребенком обнимаюсь потому что она меня не отпускает в итоге я все-таки от нее отсоединяюсь я попросила всех друзей правы за ними смотреть у них там было почти расписание кто во сколько приходит кто кормит завтраком на ужин приходит кто днем куда забирает то есть миша приехал через три дня только туда два с половиной до эти два с половиной дня они были со всеми моими друзьями не через четыре нет не через четыре через два с половиной ты сейчас слушаешь все? слушаешь все? угу вот и я дальше я еду на трансфере чтобы снять денег ну на штраф и банкомат сжирает мою карту да а я уже опаздываю то есть я уже час где-то просидела с детьми потому что они меня не отпускали уже на час опаздываю в аэропорт он команд жирает мою карту мы там как-то по не постучали по нему подергали обзвонили банк друзей турецких ничего я думаю ну блин вы просто ну что делать то звоню другу говорю есть наличка он говорит да есть то есть у моего друга в этот момент оказалась наличка прямо с собой мне пришлось вернуться в отель взять другую карту друг мне привез наличку и мы должны были в девять быть уже в аэропорту мы в девять только выезжали из дома как-то не успел все таки я успела да рейс держали я успела все хорошо вот ну на дельфинах было восхитительно конечно это потрясающе мы 6 дней по 6 часов в день даже больше по моему дней плавали с дельфинами когда ныряешь то есть мы на корабле жили в да на яхте красивейшей 6 дней получается только на яхте вокруг бескрайняя тень моря и небо и ты ныряешь ты попадаешь в дельфинам это 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 вообще ну я не знаю это не описать словами это совершенно другая жизнь какая-то вот а потом в последний день у нас было последний день смены это и мой день рождения устроили такую вечеринку на яхте танцевали под и ты руки вверх зверей короля и шута дает слава дайте все вся моя юность все мое школьное время ребятами вот а потом уже прилет турцию депортации попадание сюда если ты не поехал на дельфинах ты принц так турции жила все было нормально я очень сильно бога молилась что я хочу изменить жизнь я хочу новую жизнь хочу из обидную новую жизнь нет если есть на земле рай то это чиралы ну вот реально это за анталии чуть-чуть дальше кемера сторону каша между кашем и анталией посередине примерно и там там прекрасно но там как будто бы было состояние что вот я живу в этом мерке своем и никуда дальше не выхожу и что это место уже дало все что она должна была дать как будто бы там я оттаивала после россии там я выдыхала расслаблялась там изобилие выходишь тут и персину у тебя гранаты все срывается и ешь прекрасные люди у нас называется группа чиралийская семья да и но было ощущение что я вот дальше этого никуда не выхожу вот тут тупичок такой я такой станет счастливый классный но вот такой еда замкнутость что там дальше развития какого-то нет просто прекрасное потрясающее место но что хотелось дальше развития дальше каких-то перемен в жизни и я очень сильно не хмарилась может здесь и гифте будет перемен здесь они по-моему все перемены все вообще все поменял все поменялось все поменялось здесь тоже большой плюс здесь на счет документов не надо будет паяться правильно в том что сейчас проблема в русских то там накупили а сейчас здесь не надо паяться что-то три месяца 25 этот виза стоит так плюс там дальше можно продлить ее опять потом выехать и опять заново так да я думаю здесь тоже там плюс большой а получается вот отличие турции и египта вот самый большой это чистоте первое что мне приходит в чистоте в турции изобилие зелени и клеточки скину там я не знаю как ты может прикрепить изобилие зелени там просто страна пышет изобилием когда реально ты идешь по улице и можешь сорвать эти апельсины мандарины гранаты фурму авокадо деревьев деревьев некоторые вкусные авокадо которые могут быть да если пройдет дождь или ветер дорога на дороге валяются эти авокадо там вот изобилие комфорт связь с природой здесь очень аскетичная жизнь там этого нет там там наоборот комфортно а здесь прямо скипичная такая да здесь нужно как будто бы нужно внутри себя искать изобилием там как будто бы я не питалась изобилием внешним прям наполнилась а и сюда приехала блин только вот в море более степлее все закончилось там зима ну как там зима такая как питере например начало мая когда чуть-чуть есть заморозки но в турции не будет замороз но такая ну как бы начало мая такое все зиму будет прекрасная такая погода на в море не покупает я подавала два раза но потому что всем отказывали вообще всем не было случая в тому кому давали поэтому мы просто не пошли на рандеву да потому что если тебе откажут обязан в течение 10 дней вылететь а вот на чаши страх очень большой будет потом и вот это вот запрет на въезд будет больше и поэтому мы просто не пошли дабы себе смягчить вот этого странно конечно все удивляются почему типа ну ты же правильно сделал ты же хотел подать уважал закон но при этом если ты просто живешь нелегально тебе менее к тебе придирчиво но никому не давали очень много людей которые там вот так живут без вырежа так они просто не вылетают и сидишь тихонечко и тебя никто не трогает вот так вот так можно жить да да получается скоро мне кажется цену падут потому что она оттуда выехал ему уедешь там снимать-то никто не будет ничего или не знаю вчера ли цены не падают а только растут колоссально на жилье на вообще в турции очень сильно подорожала все вида в первый раз мы приехали в магазине покупали за 200 лир просто какие-то кучу пакетов сейчас то же самое я за полторы тысячи лир покупают то есть смотри во сколько раз до полторы да 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 я слышал мясо там очень дорогое сейчас да не знаем все подорожало жилье почем снимали хотеть не секрет вот тут почувствовали хотя какие-то центры дороже дороже да и не могу говорить цену потому что потому что у меня спец цена как у матери трех детей все будем вообще клада богу все хозяева в здесь никто не сговаривается весь темпотеку отродите не трое вообще вообще на копейки не торгуются они торгуются только вверх а вот это хотя и вошли ко мне навстречу и реально можно было стартовать ломали цена да вы не за нормальную но меньше чем официальная меньше тем ну как бы меньше чем они говорят можно было стартоваться договориться или там месяц поживешь они видят что ты хороший человек за домом следить и там вечно 5 цветочки посажу или что-то если здесь уже тоже все цветы исполола около дома и они видят и на следующий месяц уже меньше делают то есть такое человеческое здесь пока что я не увидела что с бельем можно договориться как-то по ценам вот здесь пока сложно тут по-другому она здесь дешевле все равно снимать снимать даже даже это получается там просто не скидку делают а здесь получается да да так а эти все-таки кругодушие переехать или пока и пока нет нет планов таких я сначала должна понять зачем я здесь у меня здесь много друзей которые меня звали и энергетически я не могу отсюда сейчас свалить не не взяв урок давай кушай с вами ягодку акробатика будет через 40 минут а скажи полсташу вообще как вот финансово это как-то зарабатывается долю на что-ли да или как вообще это не обязательно вырезать сюда вы что это очень за реальность от реальность пришли пришли еще двое детей откуда деньги да ну и скачу секрет это границу не улучшаю ну смотри я сейчас я сейчас еще часть расскажу жизни где ты скажешь ой а придется еще интервью брать но может быть и нет я в своей юности жила в детском доме и после выхода из детского дома на самом деле вот сразу всем скажу это было лучшее время в моей жизни кроме турции вот турции офигенное время и и там и после выхода нам давали жилье нас государство обеспечивала жильем нас выпускали в жилье у кого не было это своем жилье давали или просто да да свое и мне дали комнату в коммуналке вот от питера еще есть программа по улучшению жилищных условий это когда там у тебя коммуналка вытает 15 человек ну или в моем случае 4 и по расселению коммуналок и так далее мыши стали многодетными и многодетным которые нуждаются в улучшении жилищных условий дают жилье получается что я получила квартиру и хотя и про и продала комнату хотела купить зла . отдельную но так все закрутилось что купить отдельное жилье я не смогла на эти деньги злати и в ипотеку взятия не могла потому что я жила уже на алименты алименты очень маленькие ну то есть если бы был один ребенок и эти алименты еще как-то можно прожить но когда у тебя трое детей и алименты это сложно и вот получается что жила на алименты и продала эту комнату но не тратила очень очень долго долгое время у меня не лежали на счету и проценты капали на них ну какие-то знаешь как возможность сохранить деньги я я не транжирует которая вот так и все сливает меня какой-то есть что я коплю деньги их и хоть по чуть-чуть ко мне текут дети пошли купаться в маске одели уже классно такие спортивные вот и я продала комнату много лет хранила эту сумму а потом у меня был уже такой крик души а я не взяла твои ласты да только смотри куда вступаешь ногами много лет хранила ну как бы сохраняла эти деньги но потом уже я не смогла больше жить в россии мне очень хотелось тепло печку топить этот сложно при том что грудной ребенок у меня на груди еще ребенок и эти мелкие-мелкие были старше нет нет это уже без мужа я продала я продала комнату сохраняла эти деньги получила квартиру и потом в какой-то момент я уже молилась что боже пожалуйста хоть куда-нибудь меня отправь в отпуск в тепло иначе я закончусь ну просто я кончусь и встретила соседку которая летела в турцию и сказала бери нас с тобой и так первое это был первый раз который я вытащила из этой суммы за комнату и деньги мы полетели в турцию с первого вдоха мы влюбились в запах у меня там я такая была счастливая вот сразу же мы это тур был мы вернулись в россию месяц проревели отправились уже туда на зимовку без обратных билетов и поэтому я много денег из комнаты я вкладывала в нашу жизнь часть алименты часть деньги с комнаты ну и я я очень хороший психолог но это не назовешь психологии это терапия души когда у тебя на канале люди знакомы вот что терапия души я очень сильный мастер и меня кейсы есть где даже детские инвалидности очень сильно уменьшаются то есть был была сильная инвалидность она намного меньше диагноз не сняли но прям вот и чуть-чуть когда я могу я обожаю это делать я веду сессии веду игру под желаний мастер-классе по нейрографике немножко занимаюсь психологией души но это не к сожалению это не поставлена на поток это не то что вот так как на поток можно поставить если вот они пришли я закрываюсь в комнате веду сессию ко мне приходит по сарафанке там знаешь я раньше работала только с друзьями потом друзья начали друзьям друзей вот так вот так вот так рекомендовать контакты карточка ребята карточка и контакты будут в описании первым комментария так что можете или брить и на сессию или можно на самом деле я еще должна осталась ребятам за поездку к дельфинам и если вы меня поддержите чтобы я легко завершила это свое приключение завершила этот этап конечно я буду очень рада и я на самом деле сейчас хочу уже профессионально начинать развиваться но блин с этим переездом с вот этой всей штукой пока что не понимаю как все здесь жизнь чуть-чуть наладится и я буду профессионально уже выходить надеюсь потому что ну я правда могу много вот энергетически могу много и чаще всего это проявляется так у людей что у них я умею свою жизнь менять и также я умею людей жизнь менять вкратце я себе говорю даю волшебный пендель к жизни мечты потому что человек что-то хотел 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 долгое время и он вот не может он сдвинуться с места ну никак и получается что мы работаем один раз и он может идти в свою жизнь свои мечты у него уходят страхи появляются опора зарплата на самом деле вырастает финансово у меня есть кейсы где в 6 раз вырос выросли люди то есть колоссально вырастают в уровне жизни в своей расширенности в изобилии проявленности прекрасно да но у меня просто смотри чем сравнивать у меня в семье была ужасная жизнь а там почему я туда я сама сбежала туда из дома да я как это меня психолог мы называет фея с ебанцой и вот это так потому что я очень такая смелая и я сама сбежала туда почему потому что там дети были накормлены то есть они были сыты всегда я была практически всегда голодная они были одеты каждый день в разную одежду и у них были кружки изменение ну для меня вот это базовое я когда туда попала реально очень вкусно нас кормили я начал заниматься музыкой плавание шитьем участвовала в хоре мы выигрывали гран-при питера по хору слата то есть там вот это как как будто бы ты всегда в детском лагере еще дают наличные деньги и ты просто живешь свою детскую жизнь очень круто все понял все ребята ссылочка на контакты далее и на карточку будут описание первым комментарии поэтому можете писать и соответственно делать классный классный маме донат я хочу сказать еще чтобы люди не боялись жить свою жизнь если они чего-то хотят что-то чувствуют внутри обязательно шли за желаниями потому что иначе просто не живете даже вот этот трэш который у меня происходит он явно расширяет мое сердце мое счастье да это не страшно нет это это очень страшно в моменте но в доверии просто исполняйте свои мечты даже малюсенькие и обязательно желайте 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 обнимаю спасибо